Что такое святыня в понимании православных людей? Это видимое проявление действия благодати Божией в нашем человеческом мире, свидетельство о Боге и Его милости к людям. На русской земле множество таких свидетельств. Есть особо почитаемые святыни и на нашей симбирской земле. Небесный заступник города Симбирска, ангел-хранитель города, все это о нем, святом, блаженном Андреем Симбирском. Святой, прославившийся даром прозорливости и взявший на себя подвиг юродства Христа ради и сегодня молится о жителях Симбирска-Ульяновска. Родился блаженный Андрей Симбирский в миру Андрей Ильич Огородников в 1763 году в бедной семье. В детстве он был очень болезненным. Семи лет блаженный Андрей взял на себя подвиг посенчества и подвиг молчания. В любую погоду он носил только длинные рубахи, ходил без обуви и головного убора. Жители Симбирска считали святого Андрея ангелом-хранителем, поскольку знали, что он молится за город и его жителей день и ночь. За время жизни святого в Симбирске не случилось крупных пожаров, хотя дома в ту пору были деревянными. Святой блаженный Андрей Симбирский наш покровитель нашего города Симбирска-Ульяновска. Он родился еще в 18 веке. С раннего детства был постником, был молчалив, удивлял всей своей жизнью и в последующем уже чудотворением, прозорливостью. В постоянном подвиге и всевозможных лишениях прожил Андрей Ильич 78 лет. 28 ноября, 10 декабря по новому стилю, святой приставился ко Господу. На его отпевание пришло множество горожан. По описанию очевидцев, при выносе и погребении блаженного, только тот из жителей города оставался в своем доме, кому не было возможности сделать ни одного шага. За шесть суток прощания с покойным, тление не коснулось его останков. Он был похоронен у храма Покровского монастыря Симбирска. В конце 1920-х, в начале 1930-х годов Покровское кладбище было уничтожено, а могила старца была засыпана. Десятилетие она находилась под слоем битого кирпича, щебня, асфальта, но люди приходили на это место. 5 сентября 1991 года в результате поисковых работ, организованных Симбирским епархиальным управлением, был обнаружен склеп Андрея Блаженного. Некоторое время мощи покоились у Всесвятском храме, а затем они были торжественно перенесены в кафедральный Спасо-Вознесенский собор, где находятся до сегодняшнего дня. В 1998 году Блаженный Андрей Христа ради Юродивой был прославлен как местно чтимый святой, а в 2004 году состоялось его общецерковное прославление. К Блаженному Андрею часто обращаются за молитвенной помощью. Сотрудник музея имени Аркадия Пластова, краевед Антон Далматов рассказывает, что у его племянницы Серафимы после рождения случилось воспаление глаза. Врачи сказали, что необходимо хирургическое вмешательство. Родители боялись делать операцию и решили сначала съездить и помолиться в Дивеево, но заболевание не прошло. Тогда они вспомнили слова святого Серафима Саровского. «Зачем вы труждаетесь приходить ко мне, убогому Серафиму? У вас лучше меня есть, Андрей ваш Ильич!» и решили помолиться перед мощами святого Блаженного Андрея. «Родители моей племянницы, они с горячей молитвой приехали сюда, в Спасовознесенский собор. Мама читала Акафист. И в ту же ночь действительно этот гной прекратился. Это действительно наша семейная история, реальность. То есть здесь подтвердилось то, что Андрей Симбирский чудотворец, и слова Серафима Саровского, которые указаны в житие нашего Андрея Блаженного». День памяти Блаженного Андрея отмечается 10 декабря. Обычно в этот день к мощам святого приходит множество людей. Богослужения в Кафедральном соборе совершают архиереи Симбирской митрополии. Подвиг юродства, наверное, самый сложный и для очень многих людей непонятный подвиг. Когда человек принимает на себя видимый облик безумия, за которым скрывается мудрость во Христе, вот эта удивительная готовность людей полностью отдать себя ради Бога, упраздниться от всего того, что составляет радость и ценность человеческой жизни ради того, чтобы быть всегда с Богом, это удивительное качество, на которое мы можем взирать с благоговением и только вздыхать о своем недостоинстве и просить Бога, чтобы он дал хотя бы нам крохотную частицу той решимости, той любви к Богу и той готовности к самоотвержению, которое имели святые. Небесный наш заступниче, за нас пред Богом молит и ничель, радость имбирска, утешение и похвало, скорбек и беда, скорый помощниче, ныне вложение, Андрей, я к тебе вопие, на раду честных мощей твоих тирающе, и совершенное приносящее восхваление, прости рая нам в руку помощи твоей... Жадовский Казанский мужской монастырь основан в 1714 году по благословению митрополита Казанского Тихона Воинова. Многое видели и пережили стены этой обители. Здесь находится одна из главных святынь Симбирской митрополии, почитаемый список Казанского образа Пресвятой Богородицы, называемый Жадовским. По преданию, монастырь возник на месте чудесного обретения Казанской иконы Божьей Матери крестьянином Тихоном, страдавшим неисцелимым недугом, слабостью рук и ног. Ему, как написано, имелась некая жена, Матерь Божья, сказала, что ушел к речке самородки, рядышком здесь протекает, где найдет ее образ, ее икону. К удивлению своих родных и близких, после шести лет такой тяжелой болезни, он со своей маленькой внучкой, пятилетней, потихоньку дошел, нашел этот образ, весть об этом распространилась по округе, люди стали приходить и, не нужны разными болезнями, неисцельными, стали получать исцеление. В советское время монастырь был разрушен, но с 1994 года он стал возрождаться. В 1997 году вернулась и чудотворная икона. Все это время она тайно хранилась у братьев монастыря и благочестивых людей. Жадовская Казанская икона Божьей Матери издавна почитается как исцеляющая болезни, заступница при стихийных бедствиях и пожарах. Поток верующих, ищущих духовного утешения, помощи и заступничества, не оскудевает и по сей день. Для меня это место очень дорого, я стараюсь посчитать его каждый год. Для меня очень дорогие братья этого монастыря. Я их вот прям как братьев всех. Я сюда вот ездию уже 7 лет, на протяжении 7 лет. И они мне как родные, они молятся за нас, за всех. Ну, что может быть дороже духовных связей? По традиции, берущей начало еще с середины 19 века, в мае-июне, образ приносится во все храмы Симбирской губернии. С ним совершается крестный ход. Мы встретили чудотворную жадовскую казанскую икону Божьей Матери. И по традиции, которая достаточно долго здесь существует в Симбирске, она существовала еще до революции, в 90-е годы была восстановлена, мы идем крестным ходом в собор, где она будет находиться некоторое время, и после этого будет перенесена поочередно во все храмы города Симбирска. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Крестный ход с чудотворной иконой возглавили митрополит Симбирский и новоспасский Лонгин, епископ Барышский и индинский Филарет, и епископ Меликевский и чердаклинский Диадор. Предыдущие два года он не совершался из-за пандемии коронавирусной инфекции. Первое принесение образа с крестным ходом состоялось в 1848 году ради избавления от эпидемии холеры. Болезнь отступила, а благочестивая традиция крестного хода с иконой сохранилась вплоть до 1924 года, когда обитель была закрыта и разграблена. В период гонений на церковь икона хранилась у благочестивых христиан. Лишь в 2004 году крестный костный был возобновлен. Верующие прошли по центральным улицам города до Спаса Вознесенского кафедрального собора, участие в крестном ходе приняло несколько сотен человек. Некоторые из них впервые. Это первый раз мы принимаем участие в крестном ходе. Честно говоря, это было желание моего ребенка. Я говорю, Юляш, пойдем принимать участие в крестном ходе. Она говорит, пойдем. Вот-вот мы пошли. Очень волнительно, очень благостно. Слава Богу, что мы идем вместе с нашими единомышленниками. Очень приятно. Надеемся, что это не последний раз. Слава Богу за все. Спаса в Вознесенском соборе был совершен молебен Божьей Матери. Крестная хозяева Материал Митрополит Лонгин поздравил всех собравшихся с принесением великой святыни и возобновлением традиционного крестного хода. Владыка напомнил всем о смысле этой традиции. Мы идем для того, чтобы засвидетельствовать свое торжество и свою радость. Мы идем для того, чтобы как можно больше людей могло принять хотя бы мимолетное участие в этой радости и в этом торжестве. Мы идем крестным ходом для того, чтобы воздух и все вокруг нас осветилось бы шествием святыни, которые мы несем на этом крестном ходу. Я желаю, чтобы каждый, кто будет молиться перед иконой Божьей Матери чудотворной, каждый бы получал просимое. К нам пришел следующий вопрос. Зачем звонят в колокола? Откуда пошла эта традиция? И надо ли креститься, услышав колокольный звон? Вообще традиция колокольного звона, она, скажем так, снисходит в Ветхий Завет. Только тогда на богослужение вместо колоколов созывали звуками труб. Потом уже ближе к новозаветному времени стали бить в специальные билы и клепалы, скажем так, в такие деревянные или медные полоски или трубы, которые издавали громкий звук. И всем в окрестностях было ясно, что настало время идти на богослужение в храм. И вот уже с V века по преданию святителю Павлину, епископу, во сне явился ангел Божий, показал на цветы колокольчики и сказал, что можно в виде этих колокольчиков вылить определенные колокола из металла и созывать с помощью их. И так стали действовать сначала в западной церкви, мы знаем, что до XI века церковь была едина, а потом в греческой, тоже восточной церкви начали более и более приживаться колокола. Но самое большое распространение колокола, конечно, вошли именно на Руси, на Святой Руси, где колокола именно полюбили, очень полюбили. И они вошли в устав, в типикон, колокольные звоны вошли в устав, это теперь неотъемлемая часть богослужения. Разные звоны, там, лаговест, который собирает на службу, перезвон, перебор, который сопровождает, допустим, какие-то трагические моменты человеческой жизни. Это похороны, отпевания или там вынос креста, допустим, на службе, да, то есть такие печальные моменты. Или три звона, радостные моменты на Пасху, на Рождество, на службу архиерийские, на службы великих праздников, тоже три звона, это радостный звон. То есть он несет колокольный звон, в первую очередь, скажем так, утилитарную функцию созыва на богослужение, или рассказа для тех, кто молится дома, да, в окружающих домах, скажем так, в деревнях, а раньше большинство населения жило в деревнях. Или храмы были в каждом, скажем так, районе города, и колокольный звон слышен был в каждом доме города, да, напоминание о том, что вот сейчас начинается служение, а сейчас идет определенный момент службы, да, то есть все люди знали это, и, то есть могли тоже даже дома уже вспомнить, хотя стоя даже у плиты, да, готовить, да, помолиться в этот момент. И этот колокольный звон всегда напоминал, естественно, человеку о Боге. Ну, естественно, когда мы слышим колокольный звон, как напоминание о высшей цели нашей жизни, мы всегда соединяемся крестным знаменем, как бы то, сотворяя эту краткую монету. Субтитры создавал DimaTorzok